Привет, дорогой друг! Сегодня с тобой говорим про автоматизмы, как выйти из дня сурка, как выйти из автоматизмов, которые у нас есть, у всех есть, и как просто-просто уравновесить свою энергию. Очень-очень многие сейчас идут за какими-то дзенами, скупают БАДы пачками, опять гидрокситриптофан, мелатонин, серотонин для кишечника, для суставов, для сосудов. В общем, у многих творится в жизни хаос. В этом видеоролике я поделюсь простыми вещами, которые действительно работают без каких-то добавок, внедрений, внушений. И, как обычно, выдав на неделе довольно много информации о питании и здоровье, я хочу отдохнуть и поговорить не только о еде. С ней у нас и так все с вами в порядке, на мой взгляд, хотя не буду отрицать, что физиологическая подложка у ментального благополучия очень мощная. Режим, нормальный сон, это все важно. Ежедневная нагрузка тоже работает на нас. Но во главе угла все же сознание, контроль над мыслями и над поведением. Вы когда-нибудь смотрели на себя со стороны? Однажды я увидела себя со стороны и мне стало жутко. Жутко страшно, жутко стыдно за те моменты, которые я не могу изменить. Да, мы все получаем какие-то вопросики. Вопросики с токсичностью, вопросики с самоидентичностью, вопросики с неполноценным, грубо говоря, каким-то существованием. У кого-то не работают ферментативные системы, у кого-то полный раздрайв метилирования, у кого-то накопление тяжелых металлов. И это реальность. И даже суперздоровое питание не всегда способно от этого избавить. Но, тем не менее, многие люди задумываются в эту сторону. А не токсичен ли я сам? Или не токсична ли я сама? Однажды я задала себе вопрос. И этот вопрос был, знаете, не про детокс ЖКТ, а про детокс головного мозга. И каким тоном я говорю? Я тоже, бывает, говорю по-разному. Если, например, я пробежала 10 километров или проплыла еще пятерку, то я буду говорить так, как будто бы просто меня убили, или я, наоборот, в каком-то жутком гневе. Если я проспала сутки, то я буду похожа на какого-то сурка, и это тоже будет не очень красиво. Нет ли вокруг меня какой-то неискренности? Да, есть. Она есть у всех. И ежедневное оздоровление собственного мозга и своевременное охлаждение импульсивных порывов – главное преимущество осознанного человека. Многие научились считать калории, а голову контролировать не научились. Это как же так? Итак, как это делается? Детокс мысли – это первое, что хочется сказать. Да, однозначно. Всегда об этом пишу и, надеюсь, вы уже поставили себе такую цель. Никакого внутреннего фонового бурчания. Я не то сделала, я не то съела, я не то тем запила, я не то дописала, я не там высказалась, я это не доделала. Это все приводит просто к саморазложению. Информационный детокс. Кто-то выкинул телевизор, Ютуб выключил. Тот большой молодец. Ведь сейчас работает клиповое мышление. Это, знаете, ролики на раз, два, три, повтори. Я иду к тебе домой, ты идешь ко мне сегодня. Что-то я такое утром видела. Знаете, я так не люблю. У меня проблема. У меня лично есть проблема. Я не люблю разлагаться. Ну, не знаю, ну, не люблю я на это тратить время. Не лайкать, не там смотреть, как кто-то там, простите, крутит задом или передом мне в видео. Не люблю. И даже моя профессия предполагает, что я буду выкладывать какие-то трехсекундные ролики. Но я это делаю достаточно редко и через себя. А есть люди, которые это делают с удовольствием. Но я хочу сказать, так как вы меня слушаете, цель этого видео не в этом. Я хотела вам сказать про информационный детокс. Настолько у нас уже все засорено, засшорено, замусорено, что, чтобы как-то почувствовать себя, очень важно находиться с собой в каком-то таком классном тендеме. Детокс душевных искусственных стимуляторов ментально полноценному человеку не нужен. Ни алкоголь, ни видосик, ни смешный, ни развлекательный, ни обжорство. Ему не нужно. Потому что ему неинтересно мастурбировать на еду или без еды мастурбировать в экран. Потому что там какая-то тетя что-то делает. Именно вот это ценно. Ценно понимание, что вы можете тратить время на физическую культуру, на какой-то концерт, на прогулку в парке. Ну на что-то, что еще делает вас живым, а не уподавляет вас животному. Именно поэтому мы отличаемся от животных. Мы можем делать осознанно выбор. Но только кто-то его делает в разложении до изнеможения. А кто-то, кто-то нет. И давайте поступим следующим образом. Под автоматические мысли мы уже с момента пробуждения имеем какое-то тревожное состояние. У кого-то мрачное бурчание. У кого-то нон-стоп, что мне делать. У кого-то автоматизм и употребление информации. Упадок сил, апатия, повышенная возбудимость, разбалансировка нервной системы. Вплоть до перекосов из-за формирования потребительской модели поведения вместо созидательной. У кого-то автоматизм в нагрузках, приятная экономия энергии. То есть клац-клац-клац-клац пальчиком по экрану и никакого действия. Я думаю, господи, уже можно было отжаться три раза и подтянуться пятерочку для того, чтобы не чувствовать себя, не скрипеть. Но видите, это мои такие моменты. И они, возможно, вам не подходят. Возможно, вам подходят именно автоматизмы в социальной жизни. Я не знаю. Неосознанное пожирание жизненных сил ближнего своего. Это тоже такое нехорошее, нехорошая история. Для гармонии и баланса идеальны следующие привычки. Это наблюдение за собой, что я излучаю и потребляю. Вот у меня бывают дни, когда я излучаю, простите, полное Г и потребляю полное Г. И ничего не могу с этим сделать. Но так получается. Я тоже, знаете, не фильтр, который фильтрует энергию, чистоты, как мой новый фильтр. Но бывает, да, и бывает, и не чупа-чупся ни разу. Но я это осознаю, когда это приходит ко мне или когда нечем делиться. Но зачем тогда делиться? Другой момент. Разминка каждый час должна быть, если вы такой же, как я говорю, кабинетный трюфель, как и я. Другой момент. Тихое утро, короткое начинание. Это супер важно. И еще один момент. Больше мысли о любви. Вот когда у меня не любовь внутри, дисбактериоз или какая-то другая вещь, я пытаюсь перестроиться на ноту любви. Потому что в один момент ты не купишь себе ни ацепол, ни какие-то другие супер правильные бактерии, которые тебя сделают, как там учат изнутри счастливым. Но я, как всегда, с юмором, да, вы же понимаете. Другой момент. Увидеть всегда себя со стороны и выбор поведения основанный. Знаете, у меня бывало такое поведение, что я сама останавливалась и говорила, а ты ли это, деточка? А ну-ка, замри. Я, конечно, все, все сразу не изменить. Но поверьте, постепенно, постепенно это возможно. Подписывайтесь на мой ютуб-канал 30 плюс с Аленой. Хотела сказать, жизнь взаймы, да нет? И знаете, сейчас последнее мое ужасный ляп просто в видео. На днях попросила меня одна женщина сходить в аптеку. Я зашла в аптеку, и другая стоит молодая и заказывает. А мне, пожалуйста, от сосудов, от суставов, от депрессии, от агрессии, чтобы спалось хорошо и чтобы секса хотелось. А ей в ответ отвечает фармацевт, ну тогда я вам выписываю другую жизнь. Она говорит, правда? Она говорит, да. Не выписывайте себе другую жизнь. Старайтесь в этой делать себе хорошо. Пока.